Музыка Музыка Шаббат шалом Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы поговорим о духовном рационе, вообще то, чем должен питаться верующий человек и то, чем он иногда питается. Текст, на который я буду опираться, находится в Евангелии от Иоанна. И я хочу прочитать сегодня довольно много из этой главы, потому что речь идет о хлебе, хлебе небесном. И начинается как бы вся вот эта история с того, что Ишуа преломляет хлеб, кормит людей, люди наедаются хлеба, чувствуют себя хорошо. И на следующий день он передвигается на обратную сторону озера Кенерет. Люди идут за ним и ищут его, хотят его найти. С 27-го стиха. С 26-го. Да, давайте еще раз. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Давайте с 22-го, чтобы немножко освежить. Я просто прочту, а комментарий буду делать с 27-го, 26-го. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было. И что Ишуа не входил в лодку с учениками своими. Отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тевериад и другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Ишуа, не учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Ишуа. И, найдя его на той стороне моря, сказали, «Муравьи, как ты сюда пришел?» Для тех, кто не ориентируется немножко по озеру Кенерет, там на самом деле небольшое расстояние плыть на лодке, особенно если ветер был попутный. Теверия находится не на обратной стороне, она находится немножко сбоку. Давайте я вам нарисую Кенерет и просто мы посмотрим. Вот так вот с севера на юг примерно я рисую озеро. Вот здесь Теверия, а вот здесь они были. Табха, там многие были, да, в этом месте. Геносар идет, а за ним идет Табха. Табха – это как раз то место, где было преломление хлеба и умножение хлеба. А рядом за ней еще немного Капернаум. Сегодня, когда мы едем по асфальту, очень удобно по дороге передвигаться. Но в то время гораздо удобнее было сесть в лодку и просто переехать немножко по диагонали, как бы срезав этот угол. Там 40 минут, может быть, час-двадцать, и ты на месте. Ишуа сказал им в ответ. То есть они из Теверии пришли в Капернаум, приплыли в Капернаум. Истинно, истинно, говорю вам, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и наелись. То есть то, что там было чудо умножения хлеба, они не поэтому туда пришли. Они пришли туда только потому, что можно было еще раз покушать. Каждый раз, когда было преломление, а мы знаем два таких, да, случая были, всегда были остатки, набирали еще короба и корзины. И люди как бы раздают еду бесплатно, гуманитарная помощь. Поплыли покушать. Ишуа, зная их внутреннее состояние, он говорит, ребята, вы сюда приехали не потому, что верите, что я Машех, не потому, что вы видели чудо, потому, что для еврея очень важно были чудеса и знамения. Для греков доказательная база, логистика. И он говорит, даже не потому, что вы чудо видели, вы приехали. Вы просто хорошо поели. Разве это плохо, когда человек хорошо поел... Разве не для этого хлеб преломили, чтобы люди накушались? Да, для этого. Но всегда есть первичные какие-то вещи, а есть бонусы к этим вещам. Есть главная цель и есть то, что сопровождает эту цель. И когда второстепенное становится первичным, это и есть проблема. 27 стих. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. Хочу сказать, что в первом веке вот эта фраза «Сын Человеческий» под ней подразумевалась конкретно Мессия, Машех. Сынами Божьими назывались все ангелы и люди. А вот Машех назывался Сын Человеческий. Особый акцент на этом ставился. Посмотрите, как изменилась теология за эти две тысячи лет. Если вы будете читать книгу Еноха, а я рекомендую ее к чтению, книга Юбилеева и книга Еноха, это апокрифы, да, это даже не апокрифы, а псевдоэпиграфы. То есть они не были, эта книга написана Енохом. Она, авторство, отдана ему, это практика того времени, потому что либо писали под псевдонимом, либо отдавали авторство известной личности для того, чтобы, во-первых, придать этой книге больше авторитета, во-вторых, чтобы остаться незамеченным. Ну и поменьше шишек, наверное, чтобы упало на голову того, кто написал. Вообще книги писали по двум причинам тогда. Тогда никто не писал книги, чтобы за счет этого жить, зарабатывать деньги или стать известным. Ну, просто вот для справки. Писали книгу либо для того, чтобы дать в письменной форме ответ оппоненту своему. Примером может выступить допустим, вот книга Деяния Апостолов. Лука пишет Феофилу. Он ему повествует о тех событиях, то есть он ни с кем не спорит, он просто хочет рассказать о чем-то. Вот это вторая причина либо оппоненту ответить, либо изложить свою идею. Не меньше, не больше. в книге Еноха Машех фигурирует всегда как сын человеческий. И это очень важный, на мой взгляд, элемент, потому что я не знаю, как было 200 лет назад, но то, что мы знаем сегодня, очень часто пытаются лишить Машеха человеческой природы или как-то снивелировать эту человеческую часть, а в большей степени показать природу божественную. Ни в одну, ни в другую сторону нельзя отклоняться. Вот этот центр должен оставаться на месте, иначе само по себе призвание Машеха будет лишено. по некоторым пунктам уже своего смысла. Главная идея старайтесь не о пище тленной, а о пище пребывающей в жизнь вечную. Возьмите дома, просто засеките. У всех есть телефоны, и у всех в телефонах сегодня есть таймер. Возьмите засеките время, начиная с закупки в супермаркете. Вот вам надо выйти из дома, поехать в супермаркет, сделать закупку, вернуться домой. Все это время вы заплюсуете на одну неделю. Считаем, что закупка идет на неделю. Хотя всегда мы что-то по мелочи еще докупаем. Потом засеките, сколько времени вам нужно, разложить продукты правильно в доме, по холодильнике, на своей полке, морозилка. Не важно, сколько у вас это займет, даже если это 5 минут занимает. Пишите все. Потом сколько времени вам нужно, например, чтобы вы размораживаете мясо на ночь, вы не тратите время. Когда вы его готовите, его нужно помыть, его нужно порезать, овощи, весь этот бешуль, вот вся это приготовление. Сколько на это все уходит времени и потом время приема пищи. Потом нужно помыть посуду и выбросить мусор. Вот все это время берем. Сколько раз в день, у каждого по-разному режим, посчитайте. Умножьте на 7, кроме закупки. Вот кроме закупки, среднего мы муца берем. А потом проверьте, сколько времени вы тратите на то, чтобы питаться духовно. И не надо думать, что в то время люди тратили меньше времени. Кто из вас, чтобы покушать хлеба, пойдет и скроет пешком в Хайфу, например? Те же полтора часа пешком. А потом назад. так пока идешь назад, уже у тебя сгорит все топливо, которое ты съел. А люди шли. То есть условия были не такие, как у нас, друзья. Насколько мы сегодня заботимся о том, чтобы наш внутренний человек был здоровым и крепким, чтобы плотская часть не брала над ним верх. Чем мы питаемся сегодня? Чем кормим свою душу? Информационное поле невероятно огромным стало. Если раньше для того, чтобы питать душу, нужно было читать книги, а в той стране, где мы с вами жили, их еще нужно было раздобыть, эти книги, или взять у кого-то почитать. Сегодня можно уже не читать книги, есть аудиокниги. Можно слушать их. Все сделано для того, чтобы человек как можно меньше тратил усилий на получение информации. Я не говорю, что это плохо. В определенных ситуациях это хорошо. вопрос, насколько мы можем регулировать сами свою жизнь, чтобы кушать не суррогат, не заменить или истинную пищу, пребывающую в жизнь вечную. Как много времени мы стараемся о теле своем. Это я только еду посчитал, а еще нужно одежду постирать, еще нужно лечь поспать, а еще нужно отдохнуть после работы, немного расслабиться. И это обязательно нужно, не подумайте, что я говорю нет. Человеку нужна смена рода деятельности и так далее. И очень важно эти вещи правильно и грамотно распределять в своей жизни и понимать, что кормит твою душу в жизнь вечную, а что кормит твою душу, чтобы ты мог дальше ее кормить в жизнь вечную. Это может быть созерцание природы, пчелы там как опыляют цветы, да, человека успокаивает. Нормально. Кто-то идет на море купаться, еще что-то делать. Если кого-то успокаивает шопинг, очень не рекомендую. Это для семейного бюджета неполезное расслабление. Но есть люди, которые не просто злоупотребляют, а им уже освобождение нужно от этого. И так сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Обратите внимание, Иешуа им говорит, вы просто хлеб искали, а вам надо думать о вечной жизни, о питании для своего духа. Они говорят, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Посмотрите, насколько в Израиле мгновенно это переводится в практическую область. То есть не в теоретическую, а какое учение нам теперь принимать, какие проповеди нам слушать, что нам делать, чтобы делать, чтобы творить дела Божьи. Одни глаголы. люди понимали, что только исполняя заповеди и практикуя эти заповеди можно исполнить волю Бога, иначе нельзя. Знаете, как много людей есть, которые могут объяснить вам и мне очень сложные теологические штуки, но при этом они не верят ни в избрание, ни в благодать, ни в действие Бога. Они знают, что Бог есть, но они не верят, что благодать действует. И могут это объяснить иногда даже лучше, чем те, кто понимает, о чем говорят, но сложно формулируют мысли, как бы, одно дело, ты внутри как-то что-то знаешь, понимаешь, другое дело это сказать так, чтобы другие люди понимали. И есть потери, вдумайтесь, когда человек слова заключает в своей мысли, уже идут потери. Вот если бы мы мысли передавали, было бы хорошо, наверное, но было бы очень плохо. То есть нам надо представить себе, что все хорошо, идеально, да, мы сейчас разбираем, знаете, как по физике, лабораторный опыт такой, у нас идеальные условия там, и так далее. То есть когда я что-то понимаю и хочу это объяснить другому человеку, и я это объясняю, уже есть потери. Когда человек меня послушал, тоже есть потери. вот на этом расстоянии небольшом, где-то в воздухе исчезает какая-то часть информации, непонятно куда. Если это Евангелие, допустим, то Ишуа сказал, приходит сатан и похищает семена, упавшие на дорогу. Есть пример у нас хороший. И после того, как человек это понял или принял, и это зашло ему вовнутрь, еще раз происходят потери. Поэтому посмотрите, как много усилий нужно на самом деле, чтобы какую-то простую мысль хотя бы услышать. И сколько надо усилий, чтобы ее потом воплотить в жизнь. 28 стих, чтобы творить дела Божии. жить как верующий человек и быть человеком стремящемуся к тому эталону, который нам дает Бог в Священном Писании, очень трудно на самом деле. Это стоит огромных усилий для нас, друзья. Но людей убеждают, что это легко и просто. Ты главное верь, ты главное исповедуй, провозглашай, все будет хорошо, хорошо не выходит, что не так, слабо провозглашаешь, например, или не до конца веришь, или еще что-нибудь. А на самом деле проблема в другом месте. Когда человек переживает это все, я бы сказал проживает, вот тогда формируется внутри него этот материал. очень легко запоминать и держать в памяти проповеди, семинары целые, когда ты это все проживаешь, когда это все заучено, ты через две недели не помнишь, что ты говорил, когда ты где-то взял из учебников это. А когда ты это практикуешь все время, ты это знаешь, не просто помнишь, у тебя это в душе, а душа в крови, это внутри у тебя. Ишуа сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал. На это сказали ему, какое ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь. А ценаше ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Это после того, как Ишуа преломил хлеб, они говорят, слушай, ну, вот там было, да, а что ты тут подумаешь, наломал хлеба там, пять тысяч наелась, ну, осталось двенадцать корзин, ну, бесседер. Примерно так это выглядит, вот, тридцать первый стих. А ценаше ели ману, а ты нам типа какое покажешь чудо. Так вчера же это было, друзья. А ну возьми, наломай хлеб, питу, посмотрим, сколько у тебя останется. И что они спорят? И вот он им, вот эта речь, да, которая открывается, он им объясняет, что не Моисей вам дал хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Означает ли это, что Моисей в стороне или как бы не принимал в этом участие, принимал, просто Ишуа показывает им на первоисточник, откуда этот хлеб. То, что Моисей получил скрижали, принес его, передал людям, написал пятикнижие к концу жизни. Он сделал свою работу, но это все он принял от Бога. Это не он придумал. То есть это имел в виду Ишуа, понимаете? Не то, что Моисей как бы маленький или не надо на него обращать внимание, напротив, Моисей объяснил Веселилу, Бецалелю, Атотоголяву, Бецалель в тени Бога. Такое имя у человека красивое. Вот он строил мешкан, и Моисей ему рассказал и объяснил, какой мешкан он хочет, чтобы был. Тот, который я видел. Моисей как бы, он же не разбирался, правда, в ремеслах у этих всех. Но он ему сказал, вот так должно быть, вот такого вида. Понимаете, есть большая разница между технологиями, которые используются для достижения цели, и конечный результат. Служение этих людей совместное было в том, что Бецалель, Агаляв и вся эта группа людей имели откровение от Бога в плане технологий. Как это сделать? Как получить нитку золотую? Как выковать из одного цельного куска золота минору? Как каким, на каких станках делать все эти ткани? Я вам напомню, что завеса порохет внутренняя, она была толщиной в ладонь 12 сантиметров из шерсти и льна и плюс золотая нитка. Можете представить себе, какой плотности это войлок? и они это все сделали. Они говорят, какое знамение дашь? Он говорит, не Моисей вам дал хлеб с неба. Моисей помолился, была манна, да, Моисей тоже ее кушал правильно и собирал, как все. то есть он тоже питался этим хлебом. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Ишуа говорит о себе, что он и есть хлеб. И вот смотрите, как разговор переходит в конфликтную фазу. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Ишуа говорит им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не веруете. Все, что дает меня отец ко мне придет и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня отца. Воля же пославшего меня отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Видящий сына, это значит живущий в его присутствии, ходящий его путями. Возраптали на него иудеи за то, что он сказал. Я есть хлеб, сошедший с небес. Возраптали. То есть до этого момента все было хорошо. Вчера наелись, сегодня тоже нашли что-то. Но когда он сказал, я и есть этот хлеб, раптать начали. Напомню вам, что слово лехем в древнееврейском языке означало хлеб. Его употребляли в значении хлеб. Сравнение невероятно корректное. Вот то, что Ишуа говорит, сравнивая себя с хлебом, сходящим с небес. Им же это кажется некорректным. Местописания это в русском языке нет, сразу я предупреждаю, но на иврите даже те, кто умеют пользоваться словарями, не знаю, номерами стронга, смогут разобраться с этим вопросом. Это Цафония 1 глава 17 стих и это притча 27 глава 27 стих. Там дважды как минимум написано слово лехем в значении человеческая плоть. И когда он это говорит, он нигде не нарушает никаких границ. тем не менее возникает проблема. И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, в которого отца и мать мы знаем? как же говорит он я сошел с небес? Они говорят, так мы его знаем, на глазах у нас вырос. И Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собой, никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. Вы представляете, какие заявления, да? А ведь видели, как он воскрешает людей, правда? Знали об этом? Да просто хлеб преломить, по воде ходить, неужели мало? Он говорит, вы же видели это все. Он ничего не доказывает, он не пытается их переубедить, он не вступает с ними вообще ни в какие прения. Он просто делает и говорит. А дальше каждый пусть сам думает. у пророков написано и будут все научены Богом. Всякий слышавший от Отца и научившийся приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Это он имеет ввиду себя. Для нас это будет всегда тайной. И тогда это было непонятно и сегодня. Мы только верой можем принять вот эту категорию. истинно истинно говорю вам. Верующий в меня имеет жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна это очень часто мы слышим. Да, я есть им путь истинной жизни. Евангелие от Иоанна тоже. Он говорит, тот, кто верит в меня, имеет вечную жизнь. И 48 стих, я есть хлеб жизни. То есть кушай этот хлеб, никогда не умрешь. Биологической смертью да, но он воскресит последний И вот смотрите, отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Несмотря на то, что хлеб этот имел небесную природу, манн, здесь на земле они все равно умерли. Потому что придя с неба, этот манн призван был подкрепить их физические тела. А здесь идет наоборот речь об обратном. Живя на земле, мы должны быть очень разборчивыми, что входит в наши уши и на что смотрят наши глаза. Очень быть разборчивыми. Людям кажется, что это не важно. Это формирует внутреннее состояние человека. Никогда внутреннее состояние человека не может быть сформировано просто так никем, ничем и ни из-за чего. Так не бывает. Что-то ел перед этим. Поэтому либо оздоровился, либо отравился. Даже не все яды сразу убивают человека. Есть некоторые яды, которые работают по принципу аккумуляции и накопления в организме, а потом гибнет человек. И есть специальное питание, чтобы очиститься от токсичных каких-то вещей и жить дальше. Даже если здоровье чуть-чуть не такое уже, как было до того, но жизнь продолжается. Это важно. Я живой хлеб, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Вот мне трудно себе представить, как можно такую проповедь говорить, да еще в Израиле. То есть ну там среди каннибалов тоже по-своему наверное бы истолковали такую проповедь, но здесь в Израиле, где нельзя есть кровь, где нечистые даже животные не употребляются в пищу, да, определенные потори, вот он такое заявляет. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Он же сравнивает себя с манной. Он говорит, я хлеб сшедший с небес. Что это значит кушать его плоть? Я даже не буду сейчас приводить параллели вот с книгой Сафонии или книгой Притчи, где употребляется слово лехем в значении плод. Это значит жизнь на земле плодскую, прожить так, как проживал он. Вот что значит вкушать. Это следовать за ним, это идти по его следам. Он прожил жизнь на земле в плоти? Прожил. И он говорит, примите и кушайте, это как материал духовный для себя. Повторите за мной это. Ведь любой здравомыслящий человек понимает, что ни один проповедник, особенно, который может по воде ходить, хлеб умножать, мертвых воскрешать, не будет говорить маргинальные какие-то вещи. Вот то, что он говорит, это параллель, это сравнение, которое нужно было увидеть. Он все время говорил притчами, объяснял их только ученикам. 53 стих Ишуа сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, то не будете иметь в себе жизнь. Идущий плоть мою и пивщий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоти, пивщий мою кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой отец, и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей это хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману, и умерли, и ядущий хлеб сей будет жить вовек. Аминь. На мой взгляд, все объяснил он. Обратите внимание динамика. Какая? Люди приехали просто покушать хлеба. Ну, никого не трогают, не собираются с ним как бы спорить ни о чем. Просто хлеба поесть, пришли. он им говорит не просто так, надо стараться о другом. Потом начинает говорить о том, что есть хлеб, это он, который сходит с небес. Потом он говорит, что это плоть его, которую надо кушать. А потом он еще говорит, что и кровь надо пить. То есть видно, да, как вы, если внимательно прочтете шестую главу, вы увидите, как все усугубляется, как будто бы. что же это означает кушать его плоть и пить его кровь. Кушать плоть мы уже сказали. Кто когда-нибудь проглатывал книги, поднимите руки. Не поперхнулись? Водой не запивали? Нет? Все понимаем, о чем идет речь? Так вот, земной образ жизни, земной образ жизни, плотской, нам нужно вместить, впитать и делать так, как делал он. Кровь в крови душа. Слово душа и жизнь взаимозаменяемые два термина в Священном Писании. душу сохранить, жизнь сохранить. Но где находится душа, скажите? Иногда в пятках, да? В крови. Так вот, пить его кровь, это буквально на душевном уровне, эмоциональном, психологическом, следовать за ним, побеждая внутри себя злое начало. Вот о чем говорит наш учитель и главный раввин. К нему здесь так и обращаются, раби. конечно, он не призывал, да и насколько хватило бы людей, если бы его съели. Вот ножиком порезали, по чашкам разлили бы, как, я не знаю, видели вы или нет, но северные народы, они пьют, прям оленя зарезали, чашками кровь пьют. Сегодня, да, вообще, я хочу сказать, да, то, что я смотрю, вот документально мне интересует, как живут племена. Там показано, они стаканчиками, одноразовые, сегодня же эти пластмассовые стаканчики прозрачные, из которых мы пьем воду, но спасибо оператору, он это все сделал черно-белым, то есть хотя бы нет цветного. Но вот они, это север, там оно все замерзает на месте, оленя убили, вот так открыли ему грудину, и прямо оттуда черпают, вот так стаканчиками по кругу сели и пьют. Ну, не удивляйтесь, а что? Как? Иначе цинга, и не только, Да, там есть очень интересные вещи, действительно, я вообще не знаю, где им брать витамины, то есть я не оправдываю это и не осуждаю, я просто не понимаю. но я говорю, что то, что они едят, обычный человек, если будет это кушать, он умрет. Умрет. В 73-м году был такой случай, они делают специальную такую консерву, берут оленя, причем выбирают самого большого, жирного, такого, крепкого, убивают его, кровь не сливают и топят его в болоте, ставят метку, и вот он там в болоте ферментируется, с кишками, вот все, что внук, целый, его вообще убили и придавили, чтобы он под водой был, и там он лежит. Это такая, ну, как бы НЗ, это если вдруг человек попал в трудные обстоятельства, он может это вынуть и покушать. И вот геологи вместе с проводником местным, пять человек, этот проводник местный, он знал, нашел этот, я не помню, как называется это блюдо, достали этого оленя, поели, один на утро уже умер, у остальных температура, в итоге там один или два выжило, остальные умерли. Местный ему вообще как бы даже не чиркнуло нигде, почему они с детства это едят. Суперкалорийная вещь, там объясняют, да, это документальные такие вот снимают фильмы, это в Советском Союзе было. Так вот, это ну как бы немножко, чтобы мы отвлеклись, тема сложная, Ишуа к этому не призывал, он не проповедовал среди северных народов, да, где они могли бы по-своему истолковать, что он имеет в виду. Он это говорил в Израиле, поэтому, если мы хотим разобраться в таких непростых вещах, они написаны в Евангелии, на мой взгляд, невероятно сложные. Нам необходимо погружаться в культуру еврейского народа от того времени, чтобы понимать, о чем он говорил. Не пытаться это истолковать, исходя из культуры любого другого народа и из понимания современной жизни. Вот эти все сравнения они явно указывают на образ жизни, на его путь. И он учил своих учеников. Помните, когда они хотели войти в одно селение, а их не пускали. Ученики уже чудеса научились творить. В Евангелии от Луки написано, 70-х послал он в 10-й главе пишет. А потом они говорят, Господь, хочешь мы сейчас эту деревню сожгем? Ну, как это тебя не пускают? А он им говорит, ну, вы не понимаете, для чего мы вообще все это делаем тогда. Их же спасать надо, а не сжигать. Он учил учеников, то есть они, находясь рядом с ним, иногда неправильно истолковывали даже они, что он имеет в виду, чего он хочет. И он их направлял. Знаете, когда он умер, воскрес, вознесся, уже было сошествие Духа Святого, абсолютно уверен в их внутреннем понимании, все выстроилось правильно, так, как должно быть, потому что учение, которое мы имеем в Новом Завете, оно удивительно сочетается с Танахом, само себя толкует, дает хорошие нам вектора. Поэтому то, что сегодня было сказано в Парашад Шавуа, если бы они это взяли бы, то тогда в позитивном направлении бы думали, что он имеет в виду, а не в негативном, все было бы уже нормально. И там, я думаю, была какая-то часть людей, которая правильно это поняла. Еще раз хочу подчеркнуть главную мысль, вкушать его плоть. То есть понятно, что мы на причастие это делаем, это его плоть, это символы, да, плоть и кровь. Кушаем хлеб, пьем вино, все правильно. Это символика. Мы сейчас говорим о понимании того, о чем он сейчас говорит в Израиле на берегу Кенерета со своим народом. И он им объясняет и говорит, вам нужно принять мой образ жизни и телесный, ведь об этом пишет все Евангелие. что такое телесный? Мы в начале проповеди об этом поговорили немного. Сколько нужно человеку для того, чтобы накушаться? Сколько нужно одежды иметь ему? Он же все время это учил, правда? Две одежды есть, отдай одну, если у кого-то нету. Вот это плоть, вкушать его плоть, он ходил в одном хитоне. то есть плотской уровень жизни важный, его никто не отменял, друзья, очень важный. Насколько важна это одна треть нашего бытия, как минимум, одна треть. Не должно быть больше, не должно быть меньше, вредно и то, и другое. И точно так же кровь это душа, и он говорит, примите на себя как бы мою душу, мой образ мышления, мое мировоззрение, мое восприятие этого мира. Тогда будет гармония и тогда третья составляющая, духовная, войдет в вечную жизнь. старайтесь не о пище тленной, но о пище пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын человеческий. А что это за пища? И вот он объясняет, это плоть моя и кровь моя. когда мы услышав благую весть, приняли ее, сначала мы соглашаемся. Первую стадию я пропускаю, стадия сомнения, испытания, проверки, у всех она была, в большей или меньшей степени. Потом мы соглашаемся, вторая стадия. Третья стадия, мы это принимаем уже вовнутрь, буквально как еду. Четвертая фаза, очищение, которое внутри нас производит Его Слово. А пятая фаза, мы начинаем жить так, как Он жил. И нельзя пропустить ни одну из них, нельзя перескочить, и нужно это все осознать и переварить внутри себя. Потому что когда мы верим осознанно, реализуется полная вера. А я хочу напомнить вам, что вера состоит из трех составляющих, так же, как и человек. В основном мы говорим из трех составляющих. Можно более подробную разбивку сделать, но мы говорим три. Тело, душа и дух. В иврите это бессар, нефеш и нешама. В иврите это как бы два уровня души, высший духовный который. И человеку, чтобы это запустить внутри себя, ему необходимо практиковать, проживать эти вещи. и тогда духовная его сущность может войти в небеса. По-другому нет. Поэтому столько притчей, притча о сеятеле, какое-то на дороге упало, какое-то на камень, какое-то в тернии, но только то, что на добрую почву упало, принесло плоды. Так надо расчистить, чтобы эта почва стала доброй, а не запускать ее, правда? Поэтому я напомню о вере. Три составляющих веры. Только такая вера будет спасающей. Первая часть когнитивная, умственная. Человек понимает мозгами плотскими, знает, что Бог есть. Он с этим согласен. Это первая составляющая. Вторая эмоциональная. Можно сказать, вера аффективная. Все знают, что такое состояние аффекта, но мы, как правило, это думаем связано с чем-то плохим, с преступлениями и так далее. На самом деле это просто эмоциональная часть человека. и третья функциональная. Ты должен это делать. Вот эта вера, как нитка, скрученная втрое, не порвется и приведет нас в жизнь вечную. Примерно то же самое здесь говорит Ишуа, когда говорит о плоти и крови своей, потому что плоть это тело, кровь это душа, и тогда мы можем пребывать в жизни вечной, как результат. Все это при содействии благодати Божьей. Без Божьей благодати ничего не работает. Я надеюсь, это не нужно особенно подчеркивать, но я все-таки скажу, потому что благодать это та сила, которая и позволяет нам жить, не согрешая. То есть, чтобы вера стала функциональной, как бы начала работать, по-настоящему из теории перешла в практику. Нам нужны невероятные усилия. И вот тут без благодати нету этого перехода. Благодать рождает нас свыше, позволяет нам все это принять. То есть, на каждой стадии есть полив вот этой водой с неба, полив благодати на сердце, на душу, при условии, если человек работает там. Потому что, если нет, на этой воде и на этом дожде зацветет бурьян буйным цветом, колючки, терни, дардар, коц, все это будет там. Надо вычищать, надо работать. помочь. Поэтому, пусть Бог благословит нас всех, поможет нам находить, различать правильные источники питания и для души, и для ума, и, конечно, для духа. Не ешьте все подряд. Вот честно признайтесь, вспомните сейчас. Было у вас когда-нибудь, что вы, например, включили какой-то фильм посмотреть и на первых минутах вы понимаете, что это бесовщина какая-то там, чертовщина, и вы его не смотрите, вы его выключаете. Было? Конечно, и у меня тоже. Откуда это? Потому что мы не хотим, чтобы это входило нам вовнутрь. Если раньше, я помню, когда появились только видеомагнитофоны, мы ходили и смотрели эти фильмы ужасов, не помню, мертвецы, которые из кладбища повылазили, кошмар на улице Вязов, там это в 70-х годах, наверное, снималось, да? То сегодня у меня мыслей даже нет смотреть такие фильмы. Почему? Потому что это плохо для меня. Зачем оно мне? Зачем мне себя травить? Понимаете? Даже если любопытно, я прям чувствую, как это дух, вот, он не хочет этого, как будто насилие какое-то, да? Ты выключаешь, правильно делаешь. Точно так же относитесь к любому материалу, к любым разговорам. Вот то, что Дима сегодня читал, там и про рыхлют написано, правильно? В русском перевели немножко не так, 17-й стих, его перевели не враждуй против брата твоего, а в иврите написано, не имей ненависти в сердце на брата твоего. Разные вещи. Дальше написано, не стой на крови ближнего твоего. Сегодня порашадши водки душим, будьте святы, вот это к этой теме проповедь. Давайте будем святыми, давайте поставим преграду мыслям, словам, негативу, злу. Пусть Царство Божие наполняется светом и радостью. И помните, мы все живые люди. Каждому могут быть какие-то моменты, но никогда не надо искать оправдания. Вот то, что Дима сказал, да, в Пароше, Давид себя приговорил, он сам себя осудил. И он покаялся. Правда? Он понял, что он сделал плохо, нехорошо. Не будем уходить с темы. Кушать плоть и пить его кровь, Ишуа, это не буквально, это значит принять на себя его образ жизни, его мировоззрение, его хождение, его отношение к одежде, к еде, транспорту, недвижимости. Вот это плоть его вкушать, быть простым в этих вещах, не надмиваться, не возноситься. Даже если кто-то ездит, я не знаю, на Пежо 95-го года сегодня, а кто-то приедет на не знаю, что там, Майбахи бывают какие-то, даже не знаю, как это выглядит. Вчера услышал случайно. Есть такое? Майбахи хорошая машина? Ну вот. Пускай ездит, не ломается. Но это, это не делает нас разными, понимаете? Бог нас видит, ему там шо Майбах, шо Шмайбах. Так тарантайка, у кого обвешанная, у кого простая. Вот перед Богом мы все предстанем без домов, без одежды, только одежды святости, только одежды праведности, чистый весон, и тот, у которого его не окажется, голым предстанет. Это тоже часть позора на суде. Друзья, пусть Бог благословит нас всех, чтобы все мы были одеты семь раз в одежды, чтобы не прозрачные были даже весоны, прозрачные, чистые. Чтобы видно было только доброе и хорошее. Аминь. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Твою милость, за Твое открытое сердце, за Твую любовь, которая наполняет нас. Благослови, пожалуйста, народ Божий. Благослови Господь и помоги нам действительно жить так, как Ты жил на этой земле. Не обращая внимания ни на технологии, ни на развитие, ни на масс-медиа, ни на все эти вещи, которые ведут человечество в позицию деградации, они продвигают человека к Тебе. Нам же помоги в это сложное время сохраняя Твой мир Божий внутри себя, наполняя себя Словом Божьим и молитвой находить в этом мире погибающие души и протягивать к ним руку помощи. Научи нас, Господь, и дай нам силы жить так, как Ты жил на этой земле, и чтобы мы не боялись войти в этот жребий, чтобы мы не боялись прожить свою жизнь, так как Ты ее прожил. Пусть имя Твое будет благословено, прославлено и превознесено. Бог Богов и Царь Царей молимся во имя Ишу Мессия. Амин.